Здравствуйте! Сегодняшний Днагид посвящен Дням Ногайской культуры, которые недавно проходили в Астрахани. И я с удовольствием приветствую наших первых гостей. Собирательница Ногайского фольклора Ленара Иргалеева и руководитель молодежного центра Ногайской культуры Эдиге Ильдар Идрисов. Расскажите, пожалуйста, как проходили эти Дни Ногайской культуры, что входило в план мероприятий? Это такое, можно сказать, традиционное мероприятие. Периодически мы его проводим и инициируем совместно с органами власти при поддержке, допустим, Министерства культуры, администрации Приволжского района в этом году получилось. Концепция была такова. Мы крутились, конечно же, вокруг презентации фильма, который был снят в этом году, в прошлом году. Автор Ислам Сатыров, он снял фильм документальный. И мы решили вокруг этого события сделать такое этнокультурное мероприятие. Я думаю, мы сегодня будем много говорить про этот фильм. А вот что помимо фильма еще входило в празднование Дни Ногайской культуры? Ну вот один контекст я бы еще, наверное, выделил. Получилось так, что в преддверии дней ушел из жизни наш, скажем так, основатель этнокультурного движения Ногайцева Астраханской области, Раэль Схамеджи Джуманов. Все его знают, он взаимодействовал с многими руководителями общества. Это один из первых лидеров именно той первой волны 90-х годов, когда основывались общества, именно национальное общество культуры. Он был основателем, он был автором многих проектов, такие как Дженни Бейковские чтения. Сейчас он среди Ногайской культуры, это тоже его инициатива. И мы вспомнили его в начале Дней культуры и потом как бы продолжили свои мероприятия. Ну вот хочется добавить еще, он организовал прекрасные первые концерты в начале 90-х. В конце 80-х был организован юбилей Селоситовки. В 88-м году. В частности, он большую роль сыграл именно в постановке этнокультурных программ на радиотелевидении в 90-е годы. Потому что он имел соответствующее образование, историческое, плюс что режиссерское. И как бы реально был именно общедевителем. Ну, наверное, все Дни Ногайской культуры вы как бы в его честь, да? Ну, в начале особенно мы его вспоминали. И, в принципе, все как бы отмечали его заслугу. Ну, вот вернемся к фильму. Фильм это, наверное, самое яркое событие 2014 года у Ногайцев. Вот расскажите в двух словах, что это за фильм, о чем он? Ну, фильм о обрядах в основном, о обычаях. Там показан обряд бессыгтой, укладывание ребенка колыбель. Также там показаны, например, очень интересные обычаи, свадебные обычаи, например, Ногайцев Ставрополье, Ногайцев Кубанских. Показаны, конечно же, песенные творчества, танцевальные творчества астраханских Ногайцев. Показаны дамбровые искусства, также обряды Ногайцев Дагестана. Как бы охватили все регионы и в целом получился такой сюжет от рождения по циклам, так скажем, жизненным. И вот примерно... Это не только астраханские Ногайцы, но а Ногайцах в общем. Нету в общем. То есть от рождения и практически до смерти прослежено вот именно, скажем так, функционирование этих обрядов в жизни человека. Сам Ислам Сатыров, режиссер, он, в частности, закончил наше училище культуры или музыкальное училище? Музыкальное училище закончил. Да, а потом, как бы, он сам не наш, не астраханский, а астрахопольский, как представитель Ногайцев. То есть он многие регионы охватил, потому что, в принципе, как бы общался в Астрахане с представителями разных Ногайцев, получается, тогда. И что интересно, вот его подход заключается в том, что он как бы не делает вот именно фильм с большими там пространными комментариями. То есть он показывает те обряды, как они в жизни происходят. То есть камера как будто там случайно оказалась, и он прям с разных сторон фиксирует вот именно Ногайскую культуру в бытовом варианте. Лена, расскажите, а кто автор сценария этого фильма? Автор сценария Айна Черкесова, заслуженная артистка Карачаева Черкесии. Она готовила дипломную работу, диссертацию готовила по теме магистрской работы. Тема была у нее колыбельные Ногайские песни. Она приезжала к нам в Астрахань за год до этого, переписывала все песни на диктофон. Ну, качество немножко диктофона, конечно, желали лучшего. И поэтому Ислам Сатыров предложил все это записать, конечно, на хороший аудионоситель, и зафиксировать все, конечно же, на видеоноситель. И в итоге родилась идея создания вот такого замечательного документального фильма, где все включены, все моменты, обряды и обрядовые песни. Ногайские, да. Камбак в переводе «Перекати поле». Именно так называется документальный фильм о Ногайской культуре. Прямо сейчас посмотрим фрагмент фильма. «Перекати поле» «Перекати поле» Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. В студии «Тагида» у нас появились новые гости. Это Гульжихан Джуманова и Гульниса Давлиталеева, которые принимали активное участие в помощи в съемках видеофильма. Расскажите, пожалуйста, о своей роли. Чем вы помогали? Я помогала при создании этого фильма. И это заключается в том, что я вместе со съемочной группой, когда приехали из города, с Агистана, ходил по домам, познакомил с этими исполнителями, кто исполнил эти песни. У нас снимали то, что кто-то играл на «Добре», кто-то сочинил песни, как говорил в предыдущем программе. Он в своей песне высказал рождение ребенка с малых лет и до велика. В общем, каждые пять лет он в этих своих сочинениях стихов выразил все это детство, потом юношество, как они вырастают. Также мы с женой у нас пели песни. А вы не из Астрахани, да? Нет, нет. Мы из села Яссакан. Красняшка района. Из Сакан и Джанай, да? И Джанай, да. А я из Джанай. Красняшка района. Это соседние села, да? А ваша роль какая была? Чем вы помогали? Ну, я тоже, конечно, сопровождала наших, значит, молодых, талантливых, надо сказать, режиссеров. Тоже сопровождала. Мы посетили дедушек, который у нас очень талантливый. Есть среди них у нас и художник, и, значит, писатель. И песни он сочиняет, и картинами его полюбовались. Он у нас и картину рисует, конечно. Некоторые сюжеты в этот фильм не вошли, но, я думаю, еще будет создание каких-то фильмов, где это все отразится. Потому что там много было интересного материала, именно нашего самобытного. Но материал вы искали... Вы, по сути, ваша работа была в том, что люди, которые живут рядом с вами, интересные люди, они и стали, наверное, героями этого фильма. Вообще я хочу сказать, вот когда вообще возникла идея создания этого фильма, я очень обрадовалась, потому что я еще с детства говорила, какие у нас дедушки, бабушки интересные, хотелось бы это все снять. И все-таки вот именно этот толчок появился у нас, как наш учитель Джуманов Равиль Тимухамедович говорил, вот культура наша такая самобытная, она лежит пластами. Стоит ее копнуть, и столько всего откроется. И я считаю, действительно, начали хорошее дело. И я считаю, что у нас тоже есть достойные люди, которые могут снять, о нашем самобытном народе, столько интересного, содержательного. Там еще, знаете, какая ценность вот этого фильма? Во-первых, фильм полностью на нагайском языке. И там можно как бы почувствовать вот именно, да, специфику, ну, скажем так, разговорную, всех регионов, где был снят фильм. Но фильм как бы имеет посрочный перевод на русский язык. То есть мы как бы даже это можем использовать как пособие для детей, да, заодно как бы слыша язык, мы можем как бы, ну, те, кто городские, допустим, или даже как бы не нагайцы, они могут все это понять и познакомиться вот именно с аутентичной культурой вот именно нагайцев России. Много времени понадобилось, да, чтобы снять этот фильм? Ну, как говорил мне автор, всего 10 дней. То есть он как человек занят, он это все снял за 10 дней. То есть он объехал, значит, у нас Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Дагестан и Астраханскую область. То есть 4 региона, где живут нагайцы, у нас еще есть несколько других регионов, но 4 региона он охватил. Вот по поводу того, что не все сюжеты вошли, значит, ну, автор сказал так, что был определенный контекст, да, то есть он не мог, допустим, допустим, если взять сюжет свадьбы, показывать свадьбу всех регионов, да, в каждом регионе есть свои особенности. Он не мог, показывая Кубанскую, ссорю, наш сюжет туда вставлять. Поэтому он Астрахани показал только как бы так вот именно, ну, определенные моменты такие, да, которые, наверное, мы его посмотрим. А вы севчане видели уже этот фильм, да? Да, конечно, видели. Смотри, не обиделись, вот кого не успели показать все-таки? Ну, дедушек, конечно, не было, а постарше среднее население было. Но они поняли, что еще могут посмотреть. То есть еще они станут героями, в общем-то, в дальнейшем. Да, они поняли, потому что все-таки они выступали, и все это они объяснили. А вот еще много культуры, да, было в этом фильме? Танцы, что? Вот там интересный сюжет такой есть. Значит, у нас есть такой деятель, заслуженный, да, писатель, Валерий Секретович Казаков. Он как бы деятель, который много работает с молодежью. И вот он показывает, прям делает такой мастер-класс, прям, значит, в степи практически, да? По танцам. По танцам именно. Я предлагаю нашим телезрителям посмотреть фрагмент фильма, где как раз показаны эти танцы. Валерий Секретович Казаков. Где, кстати, снимались танцы? Да, и показаны именно танцы традиционные, на традиционной ногайской основе кубанских ногайцев, карачаево-черкесии, значит, да? Но в фильме есть тоже небольшой сюжет, где показаны, ну, не рассказывается, но просто показываются элементы танцев астраханских ногайцев. Кроме этого, я бы, наверное, отметил такую роль, правда, как бы не удалось сюда перевести в студию, да, одного из тех, кто колоритно представлен в этом фильме. Это наш, конечно же, ну, как мы его называем, «Народный акын» Алиби Романов, который является автором-исполнителем старинных ногайских песен и сам является, в общем-то, автором, во-первых, исполнителем старинных песен и автором, как бы, своих песен в рамках традиционной культуры ногайской, да? Он житель Терекли Мектеба, Ногайского района Дагестана. И, как бы, вот он там очень интересно обращается к молодежи, во-первых, и, во-вторых, несколько раз берет руки Дамбру и поет вот именно очень интересную песню. Вот тоже, может быть, если есть возможность, давайте вот тоже посмотрим этот сюжет. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok отличаются, я заметила. И еще интересно, вот, знаете, я в детстве вспоминала, вот как они вот эти обычаи показывали, Карачаево-Черкесии, да? Вот у нас ведь именно так было. Вот это тоже интересно. Вот я, знаете, я в детстве помню, у меня соседку именно вот так привели. Вот это накрывали платком, бища, ага. То есть вы посмотрели Карачаево-Черкесскую свадьбу? Да, и там вот это обычаи, прям я помню, в детстве я его видела. Понимаете? Субтитры уходят, получается, некоторые обычаи, да, из-за субтитрования. Да, вот, именно. И, во-первых, урбанизация влияет, ведь тоже процессы такие. Там очень интересно, знаете, какой момент? Вот многие, кто посмотрел фильм, они так и говорят. Да, действительно, вот когда мы были молодыми, либо, значит, когда я там, да, то есть вот это было, а сейчас этого нет. Вот тоже вот вопрос. Ну, может быть, все-таки возьмут на вооружение и вернут. Ведь и фильмы, и телевидение, может быть, на то и есть, чтобы напомнить. Да, и сохранить. И сохранить. Я вот тоже собираюсь, собираю материал о наших, о местных художниках, певцах. То есть вы свою работу проводите? Я свою работу провожу, потому что я работаю в школе, в начальной школе тем более, веду родной язык, у меня кружок хотя, но я собираю материал, я считаю, его надо сохранить. По крайней мере, хотя бы сохранить. Хотя наши дети уже мало говорят в своем языке. Ну, раз учитель все-таки хочет, чтобы дети говорили на нагайском языке, я думаю, что вот опять... А знаете, какая проблема есть разрушающая? Вот именно то, что дети уже года два не говорят на языке, потому что вот это влияние мультфильмов. То есть именно даже вот говорят, что даже в Ногайском районе уже дети, вот именно Дагестана даже где, вот это поколение, в принципе, оно уже под влиянием мультфильмов не говорит на языке родном. То есть они знают, да, но вот это влияние очень сильно сейчас вот прям идет процесс такой. Может быть, нужны мультфильмы на нагайском языке, и это спасет? Спасибо. После рекламы продолжено обсуждение Дней Ногайской культуры. В студии «Этногида» новые гости. Музыкант Дамир Якубов и Жан-Детту Лиева, исполнительный директор молодежного центра энтокультурных коммуникаций «Этномикс». Дамир, начнем с вас. Откуда вы к нам приехали? Проездом из Великобритании через Польшу, Германию, и вот на поезде приехал в Астрахань. А дальше еду в Ногайскую степь. Вы Ногаец? Да, я Ногаец. Жан-Детт, расскажите, пожалуйста, «Этномикс» новый центр, да, вот у нас год уже, да, существует? Да, молодежный центр «Этномикс» существует в Астраханской области уже около года. Мы работаем в основном с представителями разных национальностей, в частности, активистами национально-культурных обществ. И вот два наших основных направления деятельности – это погружение молодежи в этнокультурную среду посредством игровых технологий и также информационных технологий. В Ногайскую погружались уже этнокультуры? Погружались во все культуры Астраханской области, которые только возможны. Так что я думаю, что у нас этнокультурная компетентность уже возросла. А погружались как? То есть заселились, я не знаю, в Ногайскую семью, в какую-то... Вот, например, в Астраханской области мы проводили игру «Этнический тимбилдинг», где около 150 человек могли познакомиться с культурами разных народов. В Астраханской области было 10 культур. Смысл в том, что мы действительно с помощью игровых технологий как бы погружаем человека в другую культуру. То есть смысл, вот ты не сказала, да, станция. Человек приходит на эту станцию, значит, и он должен за 5 минут, значит, сделать какое-то действие, связанное с этой культурой. Потом идет он в другую станцию, там делает он... Он на 5 минут становится там Ногайцем, казахом, татарином и так далее. То есть вот такая идея вот именно, которая молодежи, в принципе... Нравится. Дамир, погружались вот уже в Ногайскую культуру Астраханскую? Вы же не астраханец. Каким-то образом приобщались? Конечно, да. Я здесь четвертый раз. Мне очень нравится здесь. Но Астраханские Ногайцы, они чем-то отличаются, я не знаю, там... Говором, Говором. А от каких? Волга все-таки, ну, от наших, от степных. У нас-то тверже язык, да? У нас такой бескомпромиссный язык Ногайский. У нас это где, вы не сказали? Ну, в степи Ногайской у нас там, в Дагестане, вот Ставропольский край, да. А здесь он такой певучий, плавный, вот. Ленара так разговаривает, но Вайша-Сюля-Се такая, она аж поет. И мне это понравилось, потому что я помню вот это свое ощущение, когда первый раз приехал в 2009 году, да? Да. Я помню, как душа пела просто на бабайке. Отлично было, да? Да, погружался, конечно, я вообще погружен в Ногайскую культуру, я даже у Пушкина читаю все о Ногайцах. Наверное, вы не знаете, что Пушкин писал о Ногайцах. Вот понятия не имею, что Пушкин писал о Ногайцах, с удовольствием послушаю. Как называется? А, Дворец Юсупов. Дворец Юсупов, да, на Мойке. И там интересно мне, просто уже на таком наличном уровне, я поговорил там с бабушками, со смотрительностью, я очень расхвалил их театр, там театр маленький у Юсуповых в их дворце. И они мне достали старенькую книжку и сказали, между прочим, вы знаете, что у Лукоморья дуб зеленый, что Пушкины очень дружили с Юсуповыми и жили в Харитоневском переулке напротив Юсуповского дворца в Москве, в доходном доме. И Сергею Львовичу и его семье был разрешен выход на задний двор, а Юсуповы, они великие князья Ногайской Орды. То есть они были богаче Романовых, чтобы просто никто не путал этого, да, что Юсуповы были богаче Романовых. Не Романовы, а Юсуповы, да. Вот, и поэтому им, как вот таким вельможам, был разрешен выход на задний двор. А на заднем дворе был устроен аттракцион голландским инженером. По цепи ходил кот вокруг дерева и орал песни. И потом, так как они с детства дружили с Юсуповыми, все остальные истории, там королевич мимоходом пленяет грозного царя. То есть там нет вообще никакого двойного смысла. Грозный царь, грозный царь был отстранен от престола на два года, все знают об этом, да. То есть и царевна там в темнице тужит, и бурый волк, и верно служит. Бурый волк, это знамя Ногайской, то есть все... Ну это символическая такая интерпретация, да. Да, ну как такая интерпретация? Мне кажется, это в буквальном смысле. Просто есть какие-то вещи, о которых просто если так расскажешь, неинтересно. А если вот в сказке такой, и как любая мудрая такая сказка, нужно читать между строк. Я думаю, что я не единственный, кто этим занимается. Вот сегодня много мы говорили про фильм, который снялся о Ногайской культуре. Расскажите, пожалуйста, смотрели? Да, смотрела. Была на презентации фильма у нас в Астрахани. Потрясающий фильм. Несмотря на то, что это первый опыт режиссера, я думаю, что он затронул душ каждого сидящего в зале. Буря эмоций. Действительно, могу сказать, что фильм «Комбак» презентовали во многих регионах России, в том числе и в Астрахани. На презентацию в Астрахань ногайцы приезжают даже с отдалённых районов области. Материалы для фильма автора искали в четырёх российских регионах. Задача была одна – зафиксировать ногайскую культуру, как она есть, в данный момент. Никаких костюмов, декораций и постановочных кадров. Фильм снят в естественной среде. Будь это старинный обряд, песня или же народный эпос. Авторы фильма уверены, что это не весь собранный ногайский фольклор. Так что есть все шансы, что когда-нибудь появится продолжение. В общем, фильм презентовали. Дни ногайской культуры провели в 2015 году. Что планируете? Ну вот, если говорить про нашу общественную организацию, Центр ЭДГ, то в 2015 году нас ждёт такое, наверное, самое глобальное мероприятие 2015 года. Это турнир по вольной борьбе с типами богатырей. Он зародился в 2007 году и кочует по всем регионам. И потом, как бы, ну где живут ногайцы? Вот в 2010 году он был уже у нас. Так как пять традиционных регионов. И вот в 2015 году он опять возвращается в Астраханскую область. То есть это некое такое спортивное мероприятие с одной стороны, в другой стороны и культурное мероприятие. Это некий такой сабантуй на природе, когда со всех регионов, где живут ногайцы, съезжаются спортсмены. Под это мы делаем большую культурную программу. Вот в августе этого года, 2015, мы будем как раз проводить его снова в Астраханской области. При поддержке всех органов власти, ну и соответствующих заинтересованных лиц. То есть это будет наше самое такое большое мероприятие в этом году. Спасибо огромное. Удачи во всех ваших начинаниях. Дамир у нас тоже кочует, можно сказать, по миру. Сейчас я предоставлю слово Дамиру Якубову. Со всеми зрителями прощаюсь. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Всего самого наилучшего. Удачи. И Дамир Якубов с песней. Маленький, маленький мир под ногами, Маленькая Сахара. Здесь когда-то был маленький принц С планеты гитара. Маленький, маленький, маленький принц С лицом иностранца Здесь когда-то он встретил Принцессу с планеты танца Это моя история Это моя сказка О принце с планеты гитара И принцессе с планеты танца Это моя история Это моя сказка От принца с планеты гитара Принцессу с планеты танца Но что ты наделала, скажет любя Ты переделала меня И сделала маленьким, маленьким, маленьким Как эта земля Но что ты наделала, скажет она Ты переделала меня Ты сделал меня Ты сделал меня маленькой, маленькой, маленькой Я маленькая твоя Маленький, маленький город кружится Маленьким кольцом Скоро любимый вернется Пора накрывать на стол Маленький принц Маленький принц Повзрослеет с принцессой Плавно кружа И вот уже кто-то другой Другим именем Называет тебя Что ты наделала, скажет она Ты переделала меня И сделала маленькой, маленькой, маленькой Я маленькая твоя Что ты наделала, скажет она Ты переделала меня Ты сделал меня маленькой, маленькой, маленькой Я маленькая твоя Маленький, маленький, мир под ногами Маленькая Сахара Здесь когда-то был маленький я с планеты Гитара Маленький, маленький, маленький я с лучом иностранцем Здесь когда-то я встретил принцессу с планеты Франция Что ты наделал, скажет она, ты переделал меня Ты сделал меня маленькой, маленькой, маленькой Я маленькая твоя Но что ты наделала, скажет любя Ты переделала меня И сделала меня маленькой, маленькой, маленькой Какая-то семья Маленький, маленькой, маленькой, маленькой Субтитры подогнал «Симон»